Привет! Это видео тоже будет о моей беременности. Сейчас у меня 28 недель, и я решила пройтись по врачам. То есть сейчас я иду к семейному врачу, он у нас здесь рядышком принимает, и, скорее всего, попрошу сделать мне кардиограмму моего сердца. Потому что малыша как бы слушает, да, кушерка, всё, но так как у меня, не сказать, что у меня проблемы или какое-то заболевание, у меня никогда не ставили мне такие диагнозы, но всё-таки беременность, да, сердце уже работает более так напряжённо, и я решила, что нужно сделать кардиограмму, потому что ближе к родам осталось где-то, да, 12 неделек, там, может, больше, минус, плюс, больше, меньше. Это как бы как природа расфередиться, и всё-таки думаю походить по врачам. Через пару неделек, думаю, к зубному попаду, а сейчас иду к семейному на кардиограмму. Ну и, не знаю, скажу, что у меня спина болит, всё болит. Кстати, мне следующий приём опять надо сдавать вот по этой бумажке жёлтенько все анализы, кровь, там гемоглобин, снова спид берут, снова берут резус или что-то, как будто у меня что-то поменяется, но это как бы нужно перед родами. И что-то тут у меня написано. Последний раз я была 11 сентября, это ставили 26 недель и 5 дней. И вот мои данные. Опять плюс 2,4 я набрала, я каждый раз набираю, вон поскольку. Каждый раз больше 2 килограмм получается у меня. И 28 высота матки, 126 на 73 давление. У меня поначалу было давление почему-то высокое, хотя те беременности, две, у меня всегда было идеальное давление. Ну и вот оно нормализовалось тут. Сердцебиение плода, 152. Вот это. И что-то ещё там. А, что-то у меня с анализом мочи было не очень вот в этот раз. И надо пересдать будет. Но она сказала, что ничего страшного, но как бы всё равно. Вот. Такие книжечки у нас красивые. Так что вовсю готовимся, готовимся уже. Буду заказывать, наверное, вот такую коляску через Facebook. Женщина продаёт. Брано Эко. Она, как бы говорят, очень хорошо для зимы. Тут идут муфты. Три в одном, как бы, я буду заказывать. Муфты идут, да, вот эти для рук. Сумочка, москитные сетки, дождевики. Всё есть, как бы автокресло. Ну, такая понравилась очень. Но, естественно, красную я не буду брать, так как у меня мальчик. Тут большой выбор цветов. Я очень долго думала. Думала я такой. У меня с Богданом была, ну, тёмненькая такая. Только тут из зипи вообще не понравилась, если честно. Потому что постоянно проблемы были с этими колёсами. Не знаю, то шишка надувалась, то ещё что. В общем, думала сначала вот о таком. Кофе, латте, да. Но у нас они в магазинах стоят, продаются. Посмотрела в магазинах. Они... Эта рама выглядит жёлтого цвета. То есть, вот на этих белого цвета рама, да, на других цветах, на вот этих с коричневыми оттенками, на них жёлтая рама. Прям такая как будто, фу, грязная или застаренная. Она мне не понравилась. Но изначально хотела такого цвета изначально. Потом думала насчёт такого, так как у нас мальчик будет. Думала, такой или такой. Но потом думаю... Ладно, ещё когда люлька, да, маленький ребёнок, это ещё можно там вытерпеть, что... Ну, люлька не так пачкается, да. Но если оставлять коляску для прогулки, то это капец будет. Когда ребёнок начнёт уже там сок пить, мороженку есть или ещё что-то в коляске, это вообще жесть. Так как я хочу её три в одном. И летним вариантом, надеюсь, буду тоже пользоваться. Хотя с предыдущими двумя детьми был опыт такой, что, естественно, я покупала летнюю коляску другую. Но это, надеюсь, оставлю. Вот. В общем, я выбрала вот этот цвет. Семнадцатый. Вот этот серенький. Он на самом деле такой материал красивый. Там такой как цветочка-вышивка, плюс эко-кожа. Как бы вот. Я остановилась на таком варианте для мальчика, для нашей погоды, весны, осени и так далее. Очень хорошо. И не будет так вот на таком цвете, мне кажется, как вот на таком, на таком, да. Но я бы взяла красный, если бы у меня была девочка. Наверное, красный взяла бы. Красный всё-таки вообще круто смотрится. На розовое тоже она, мне кажется, пачкаться будет. Эти тоже они очень яркие, светлые тона. Вот эти вот. И так белая рама. Но если взять светлый цвет и потом вот так вот складывать в машину, например, да, вместе с этим самым, эту сумку, постоянно будешь стирать эту внизу, которая. Люлька, ладно, ещё она может вытерпеть, потому что вы всё-таки, ребёнок там ещё лежит, маленький, как бы внутри можно там стирать и всё. А когда вы уже пользуетесь автокреслом, когда оно белое, да, полностью, например, или вот этим, например, голубое, да, у вас голубая или белая коляска, мне кажется, если прогулкой пользоваться, когда ребёнку уже полтора-два года, и он, например, летом уже мороженое у вас попросил, сок и так далее, то это вообще жопа будет, мне кажется. Стирать будете коляску постоянно. Если, конечно, супер аккуратный ребёнок не попадётся. В общем, тут видео даже есть. В общем, остановилась пока на этой коляске. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...